Пойдем пару минут и начнем лекцию. Продолжение следует... 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 однозначно, всегда в данном случае, и так далее. Эту операцию всегда можно выполнить. Мы считаем, что она может быть выполнена человеком без каких-то абсурдных затрат. Неформальное понятие, но, как правило, довольно быстро. Если объекты небольшие, как в случае исчисления, то и саму операцию можно сделать довольно быстро. Примеры, которые мы рассмотрим позднее, это будет, безусловно, выполнено. Но при этом у нас есть две возможности. Первое, что мы получим какой-то объект, а вторая возможность, мы получим объект и еще, скажем себе, стоп, останавливается. Ну вот, теперь вычисления. Ну, можно уже представить, что такое вычисление. Вычисление – это последовательность цепочек, где первый объект вычисления – это просто исходная данная. Просто мы даем нашему алгоритму. Дальше мы применяем алгоритм каждый раз к тому, что уже получили. И дальше все это дело заканчивается. Если мы сказали себе стоп, но может, в принципе, не закончиться. Компьютерная программа может никогда не остановиться, как мы это говорим, зациклиться. Такая возможность тоже есть. Но если в какой-то момент стоп возникла, команда стоп возникла, то тогда мы этот стоп выбрасываем, а то, что получилось, цепочка, которая получилась в месяц со стопом, это и есть результат работы алгоритма. Значит, алгоритм из исходного данного делает результат, а может не сделать ничего. Может работать бесконечно долго, ну тогда, значит, вот результат неопределен. Так, есть ли тут вопросы? Хорошо было бы, чтобы они какие-нибудь были, чтобы мы это полностью прояснили, а потом двигались дальше. Вопрос к последним двум строчкам. У нас эта цепочка, это часть алгоритма или это результат выполнения прошлых? Значит, посмотрите, алгоритм – это текст, который может выполнять там человек или компьютер. Ну, текст, безусловно, тоже цепочка в каком-то тоже алфавите. Это совершенно отдельная история. А дальше есть, ну, то, с чем алгоритм работает. Ну, начинает он с исходного данного. Это некоторая цепочка тоже символов. Дальше он берет эту цепочку, с ней что-то делает. Потом еще раз делает, потом еще раз делает, потом еще раз делает и так далее. В какой-то момент у него появляется очередная цепочка и еще знак стоп. В этот момент он заканчивает работу, и та цепочка, которая появилась при этом стопе, считается результатом работы. Понятно? Понятно. Вот, значит, эта цепочка, с которой он работает, частью алгоритма не является. Ну, внутри самого алгоритма, конечно, могут быть разговоры о некоторых цепочках, которые у него будут возникать или наверняка возникнут, или могут и даже и не возникнуть в ходе работы с той конкретной цепочкой с исходным данным, с которой он начал работать. Так что, конечно, текст алгоритма может быть как-то увязан, даже естественно быть увязан с алфавитом цепочек, которые алгоритм обрабатывают. Ну, и вообще говоря, то, что алгоритм может обрабатывать свой собственный текст, это такая тоже важная конструкция в теории алгоритма, и про нее тоже мы еще будем говорить. Но в определении алгоритма ничего такого не говорится. Это и есть результат работы алгоритма. Значит, алгоритм из исходного данного делает результат, а может не сделать ничего. Может работать бесконечно долго, ну, тогда, значит, вот результат неопределен. Вот общее понятие. Ну, самое главное, что связано, конечно, с понятием алгоритма, это то, что он вычисляет. Вот это самое соответствие между исходным данным и результатом. Вот это соответствие называется вычислимой функцией. Ну, здесь написано определенное определение, но после того, что все это уже было сказано, и читать это не имеет смысла. Ну, первое определение совсем такое, интуитивно очевидное, вычислимая функция, функция вычисляемого алгоритма. Все. Не всю доопределенное. Конечно, естественно, и это очень важно. А следующее – это перечислимое множество. Ну, понятие, которое уже не такое, очевидно, не такое распространенное, но тоже очень простое на самом деле. Вот как оно состоит. Предположим, что мы подаем некоторому алгоритму на вход разные исходные данные. В некоторых ситуациях мы что-то получаем, в некоторых ничего не получаем. Но предположим, наш алгоритм всегда заканчивает работу. То есть у нас всю доопределенная функция. Ну, тогда мы каждый раз получаем какой-то результат. И вот множество всех этих результатов называется перечислимым множеством. Всякое такое множество называется перечислимым множеством. То есть алгоритм его перечисляет в каком-то порядке, порождает его элемент. Так, ну вот было два определения. Определение вычислимой функции и перечислимым множеством. Все ли здесь понятно? Какой именно результат дается в соответствии функции вычисленной алгоритмы? Ну, попытайтесь чуть-чуть поподробнее сформулировать свой вопрос. Ну вот мы определили, например, понятие непрерывной функции действительно переменного. Да, вот у нас есть действительные числа. И мы говорим, что вот функция из действительных числа, действительные числа, ну, там все определенное, у нее имеется, должно быть значение в каждой точке. Ну, и функция неправильная, если что-то такое, то существует, дельта и так далее. Да, и теперь вот кто-то спрашивает, а чему именно равно значение функции в данной точке? Как на это вопрос ответить, как вы думаете? Просто применить, просто что именно применяется к цепочке? Алгоритм. Алгоритм. А мы его можем применить к любому элементу? Алгоритм. Значит, у нас есть множество цепочек в данном алфавите, и ко всем этим цепочкам мы пытаемся применить алгоритм, или можем применить алгоритм, или потенциально он применим ко всем. Но в некоторых, при некоторых исходных данных он работу заканчивает, по некоторых не заканчивает. Поэтому функция, которая получает... Я тогда понял, спасибо. ...не всюду определенная. Там, где она определена, она дает результат. И этот результат есть функция, значение функции вычисляемого алгоритма. Ну вот. Значит, ну то есть такого ничего удивительного нет. У нас есть все цепочки в алфавите 0,1. Запускаем на них наш алгоритм. Иногда он дает результат, тогда это значение вычислимой функции, которую функцию вычисляем алгоритмом. Она не дает. Тогда функция не определена в этой точке. Теперь, перечислимое множество. Понятно ли это определение? Что такое вычисляемая функция? Это функция, которая вычисляет с каким-то алгоритмом. Она бывает всегда определенной. Ну вот алгоритм всегда заканчивает работу. Ну, удобно и хорошо. Не все алгоритмы таковы, но вот очень многие они так и таковыми являются. Например, мы можем в алгоритм строить такую машинку дополнительную, которая будет прерывать ее работу, когда он работает довольно долго. Ну, заранее договориться, что если, скажем, на входах длины там меньше n, он работает уже, ну, например, время n куб, то в этот момент нужно остановиться и сказать, все, дальше мы работаем. Тогда получим функцию, которая всегда подлина. Ну вот, это понятно. Теперь перечислимое множество, которое получается в качестве значений такого алгоритма. Ну, алгоритм может быть изготовление из всякого числа квадрата этого числа. Ну, или там во всякой цепочке вычеркивания нулей. Ну, получается множество значений функции, то есть множество квадратов или множество цепочек без нулей. Ну, это множество будет перечислимым. Нет вопросов. Поехали дальше. Второй очень важный класс множеств и тесно связанный с первым это понятие разрешимого множества. Понятие перечислимого, ну, вот, само по себе слово перечисление описывает, что происходит. Вот мы по одному создаем объект. Можно считать, что мы на вход поднимем натуральные числа и получаем объект с номером таким. А множество называется разрешимым в несколько иной ситуации, когда, получив какой-то объект, извиня, алгоритм понимает решение, да или нет. И всегда это решение понимает. то есть вот характеристическая функция это множество напомню, что характеристическая функция это функция, которая дает ответ один или ноль, ну, или истинная, или ложь, значит, в ответ на каждый предъявляемый объект. Мы можем сказать, что это просто такое вычислимое одноместное свойство. Ну, чтобы не запутаться со словом свойства и отношения, мы говорим о хоррористической функции. Но, по-своему, это то же самое, как сказать, что вот отношение, которое говорит истинный ложь про каждый объект, про каждую цепочку в нашем алфавите называется вот такое множество называется разрешение. Так, есть ли вопросы по этому определению? То есть разрешимость получается это наличие какого-то алгоритма для нашего алгоритма, точнее, который позволяет понять, выдаст он что-то или нет, так? Значит, когда мы говорим про разрешение множества, то мы говорим про множество, а не про алгоритмы. Мы для этого множества получается строим какой-то новый алгоритм, который оценивает. Не новый? Нет, не новый. А первое, никого старого не было. Если мы получили новое множество, для него мы строим новый алгоритм. А если получили старое множество, у него уже может быть был какой-то алгоритм. Но вот у вас просто в вашей формулировке есть какое-то слово новый. Множество, например, множество простых чисел. Оно может быть разрешимым или по каким-то причинам неразрешимым. Вот данное множество простых чисел называется разрешимым, если его характеристическая функция вычислима. Для простых чисел что это за функция? Она на простом числе равняется единице, на составном числе равняется нулю. ну вот вы можете придумать такой способ, который взяв число в виде двоичной его записи, в виде цепочки, что-то с ним делает и останавливается и говорит ага, простое число единица или ага, непростое число ноль. Вот если вы такой алгоритм можете подъявить, то это множество называется разрешимым. Например, множество простых чисел разрешимым. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. множество натуральных чисел соответственно тоже разрешимым. Что-что? Тем алгоритмом множество натуральных чисел тоже разрешимым, поскольку он каждому числу поставит или ноль или единиц. Да, это замечательный вопрос. Возьмем множество всех натуральных чисел или всех цепочек в половине 0,1. Будет ли оно разрешимым? Как вы думаете? Ну, вроде должно быть. Мы можем каждому числу поставить соответствие 0 или 1. Вот это очень интересно. А вот числу 5 вы ставите соответствие 0 или 1? Единицу. Она простая. Нет, мы уже не попростее числа говорим. Мы сейчас говорим про множество всех натуральных чисел. Будет оно разрешимым или нет? Для какого-то конкретного алгоритма. Что? Для какого-то конкретной функции. конечно. Оно будет разрешимым, если мы можем указать такую вычислимую функцию, которая на этом множестве равна единице. Что это за вычислимая функция? Больше нуля. Что? Число больше нуля. Ну, да. Это такая функция, которая тождественно равна единице. Функция, которая тождественно равна единице для всех входов. То есть множество разрешимы, только если функция везде ищет определенные значения, принимает. А функция, значит, множество разрешимы, если его характеристическая функция всюду определена, то есть всюду понимает какое-то значение. Значение это у характеристической функции ноль или единица. Когда мы можем задать на множество нейтральных чисел функцию, которая определяет простое число или непростое, простому дает единицу непростому ноль, и тогда оно будет все равно разрешимым? Да, множество простых чисел разрешимым, потому что у него характеристическая функция вычислима. Вы можете предложить такой алберитм, который для всякого числа дает единичку, если это число простое, и ноль, если оно непростое. Поэтому множество простых чисел разрешимы. А можно вопрос? Да. А у нас характеристическая функция получается должна определяться на каком-то большем множестве. Характеристическая функция определена, ну вот, мы будем рассматривать алгоритмы, в основном работающие на всех цепочках в каком-то алфавите. Ну, часто удобно считать, что алфавит 0,1, но, как правило, мы это не будем фиксировать. Ну, дальше мы часто будем говорить, что вот алгоритмы, скажем, для натуральных чисел. Ну, можно, как это говорят в математике, отождествить натуральные числа с цепочками 0,1. Можно установить взаимоднозначные соответствия между цепочками 0,1 и натуральными числами. Ну, обычная двоичная система, это не совсем взаимоднозначные соответствия, потому что мы знаем, что двоичная запись натурального числа начинается не с нуля, кроме числа 0, скажем. Вот. Но легко переделать систему так, чтобы было уже взаимоднозначное соответствие, имеются цепочками 0,1 и натуральными числами. Ну, отложим... Достаточно сказать, что оба множество счетны. Да, вот вы высказали такое предположение, что возьмем, значит, во-первых, давайте закончим ответ на предыдущий вопрос. Предыдущий вопрос был такой, что является областью определения нашей категористической функции. Ответ был такой, все цепочки в данном алфавите это область определения. Для всякой цепочки наша категористическая функция дает ответ 0,1. Все, с этим мы разобрались. Следующий вопрос такой, возьмем какое-нибудь разрешимое множество. Оно, конечно, счетное. Почему? Просто потому, что это некоторое множество цепочек 0,1. Ну, цепочки четной длины, например, или цепочки, соответствующие простым числам. В любом случае, это множество счетное. Вопрос такой, может ли так оказаться, что всякое счетное множество разрешимо? Давайте немножко на эту тему подумаем. Какой аргумент у вас есть, почему вы считаете, что всякое счетное множество будет разрешимым? У нас считается, что разрешимое множество вычислимо в каком смысле? Характеристическая функция задает его одноместное отношение, если оно не везде может быть определено. То есть, где оно может быть не определено? Характеристическая функция определено везде. На всех цепочках. Можно еще вопрос терминологии? Вычислимой функцией мы называем функцию вычисляемой алгоритмом. Да? Да. Это явно не прописано. Спасибо. Извините. Так. Ну что ж, давайте читать, что вопросы иссякли. И дальше идет упражнение. Ну вот. Вот такое несложное упражнение. Множится разрешимое тогда, только тогда, когда и оно, и его дополнение перечислим. Я готова рассказать доказательство. Давайте. Да. Ну, докажем сначала в сторону необходимости. Пусть у нас есть какое-то разрешимое множество m, например, но мы можем считать, что оно не пустое. Тогда есть какой-то элемент a0 в этом множестве. Тогда у нас, поскольку оно разрешимое, то характеристическая функция будет вычислима. Но тогда построим алгоритм для перечисления множества m. Для этого рассмотрим функцию, которая на некотором x принимает значение x, если характеристическая функция от x принимает значение единицу. И эта функция принимает значение a0, если характеристическая функция на x принимает значение 0. И тогда мы получаем, что m это в точности множество значений вот этой функции f, которую мы построили. Но аналогично для дополнения мы строим функцию j от x, которая на x принимает значение b, где b элемент не принадлежащий m, если характеристическая функция на x равна единице, и x, если характеристическая функция на x равна 0. Ну, то есть, наоборот, поменяли местами. Вот, то есть, мы получаем, что и дополнение, и само множество, они являются множествами значений вычислимых функций. Значит, они перечислимны. А если в обратную сторону доказывать, что у нас получается множество м и его дополнение перечислим, тогда они являются множествами некоторых значений некоторых вычислимых И тогда мы можем предложить алгоритм для вычисления характеристической функции, то есть для распознавания того, принадлежит ли какое-то число множеству m. Мы будем просто смотреть на элементы, то есть множество m состоит из значений функции f, а дополнение состоит из значений функции g, мы будем смотреть на f от нуля, g от нуля и так далее. И на каком-то шаге мы получим f от Катова равно n или g от Катова равно n, потому что каждый элемент будет принадлежать либо множеству, либо его дополнению. И таким образом мы сможем всегда предложить алгоритм вычисления, принадлежит ли это число множеству или нет. Да, спасибо. Понятно ли было это рассуждение или надо еще уточнить его? Значит, здесь было несколько логических ходов, ну и было все рассказано правильно. Ну, там немножко бывает ситуация, когда множество пустое или множество совпадает просто со всеми цепочками. Ну, с этой ситуацией разобраться легко, когда у нас причтемое множество пустое или причтемое множество все и так далее. Поэтому этот случай, может быть, где-то надо было отдельно рассмотреть. Но давайте еще раз поймем, что было, что говорилось. Значит, конец рассуждения был такой, что если мы умеем перечислять множество его дополнения, то мы можем тогда вычислять характеристическую функцию. Это понятно было или нет? Как мы поступали? Значит, мы применяли, если у нас есть перечисление для самого множества или его дополнения, то есть две функции, которые тут называли буквами f и g, что, конечно, не обязательно, но удобно. Ну вот, и дальше мы можем запускать на каждом числе функцию f и получать f от нуля или от единицы, если единица начинает, f единицы, двойки, тройки и так далее. Но параллельно будем запускать функцию g. И тоже будем считать g от единицы, двойки, тройки и так далее. Ну и такие есть два процесса перечисления. Теперь пусть у нас есть какое-то число n, число 100. Ну и вот мы начинаем перечислять все элементы множества, и 100 там может никогда не появиться. Ну хорошо, мы запускаем параллельно перечисление элементов не из множества. Может ли там тоже 100 никогда не появиться? Ну, конечно, не может, потому что всякий элемент подойдет или множество, или его дополнение будет. Ну вот, значит, процесс закончится в какой-то момент, и мы узнаем, лежит элемент в множестве или в дополнении. Это мы доказали, что если множество его дополнения перечислимы, тогда оно будет разрешимым. Ну, а первая часть была более простой, это что если множество разрешимо, то можно и перечислять его, и его дополнение. Вот. Ну, вопрос не появилось? А мы в порядке возрастания перечисляем, потому что если не в порядке возрастания, то непонятно, когда мы перечислим. Вот. Это очень хороший вопрос. Действительно, можно бы, для удобства было бы хорошо, если множество перечислимое, то перечислять его в порядке возрастания. Действительно, было бы тогда замечательно. Вот. Но этого как раз мы не гарантируем. Перечислимое множество – это то, которое будет перечисляться в боксной таком порядке. И тогда было сказано, что как же мы узнаем, перечисляем множество, что 100 еще точно появится или 100 точно не появится, когда мы перечисляем множество. Это невозможно никак узнать. Поэтому в чем тут выход, который был предложен? А выход состоял в том, что число 100 появится или при перечислении множества, или при перечислении дополнения. А вот если ввести одновременно оба этих перечисления, то есть найти очередной элемент из множества, вовсе не в порядке возрастания. И найти очередной элемент из дополнения, тоже вовсе не в порядке возрастания. но все числа появятся не в парадхи возрастания но появится точно или множестве или в дополнение вот тут то как только он появится где-то мы будем знать где он лежит и вычислим фотостическую функцию да понятно можно еще вопрос по первому пункту да мы там строили функцию ну я не очень помню какой обозначали допустим f которая ставит элементу x если она лежит в множестве и 0 если она не лежит в множестве и функцию же которая оставит элементу 0 если она лежит на x если она не лежит в множестве а тогда получится что у нас 0 лежит и там и там нет мы не ставили 0 мы не ставили в соответствии элемент который мы изначально выбрали в этом множестве а в случае когда мы строили для дополнения мы ставили элемент который не лежит в м то есть лежит хорошо спасибо значит я не поняла здесь как раз именно вот была ситуация что в определении причем и множество видите здесь скажу что она или пустое или вот множество значений ну вот если она пустое надо просто это случай рассматривать отдельно понять что пустое множество будет разрешимым заведомо ну и она его дополнение перечислимы то есть для пустых множество это очевидно ну а вот если она не пустую то там есть элемент и случае чего он всегда нам пригодится мы всегда можем его давать в виде значения некоторой функции вот если нет вопросов давайте дальше подумайте как это доказать можем перечислять само множество можем перечислять дополнение тогда множество будет разрешим ну или наоборот если множество разрешим мы можем перечислить его и можем перечислить дополнение попробуйте это сделать ну заодно можно почитать следующий следующее упражнение оно замечательным образом устанавливает связь между понятием парадемости понятием перечислить можете ли вы себе представить как эту связь установить там у нас были исчисления одессе нас алгоритмы да мы определили как независимо дух от того и вы говорим такую замечательную вещь если мы умеем что-то перечислять то мы умеем это порождать если мы умеем порождать то мы можем это перечислить давайте подумаем как это можно доказать вот ну это упражнение действительно требует воспоминания про то что такое было у нас парадемость и там мы говорили что определение парадемости это такое индуктивное понятие то есть что у нас ведь большая куча объектов и вот мы говорим что если объекты ну там было еще понятие типа но можно для простоты против забыть пока времена вот что если объекты 1а н лежат в нашей куче и последовательности 1а н б удовлетворять свойство которое издает исчисление то б тоже лежит в этой же самой куче вот такое было определение ну дальше говорилось против и что вот тип например переменные бывает тип атомной формулы бывает тип любой формулы ну и вот мы определяли также индуктивно что если а и б лежат в куче формул то а или б дизюнкции б со скобками лежит тоже в этой куче дальше мы придумали такую штуку что на самом деле можно строить вывод для того что породимо можно построить вывод то есть последовательность объектов такой что каждый получается каких-то предыдущих но этот линейный последовательность вывода она уже помогает для того чтобы перечислять все возможные вводимые формулы то есть породимые породимые объекты надо просто строить всевозможные цепочки цепочки последовательность цепочек и по каждой из них проверять что это будет вывод и вот это и будет способ для того чтобы перечислить все то что получается выводе то есть все то что породим фокус в этом упражнении состоит в том что мы сумели вот так вот действительно линейно упорядочить все выводы все способы порождение цепочек стоит ли что-то здесь обсудить или понятно ну а из того что мы линейно упорядочили ведь не следует перечислить перечислимость значит ну да хороший вопрос значит мы можем мы хотим построить начнем кто сюда определенную функцию да которая в качестве значения будут иметь будет иметь наше перечислимо множество ну как всегда можем считать что если вообще нужно договориться какую сторону мы сейчас пытаемся что-то доказать мы пытаемся доказать что все что породимое у нас будет перечислимо значит если у нас есть некоторое исчисление то мы можем перечислить все то что породимое вот но для этого поступаем так мы должны построить сюда определенное множество со значениями совпадающими с нашим породимым множеством очень хорошо значит нам нужно построить сюда определенную функцию это сюда определенная функция будет рассматривать вообще все цепочки данном обновить если эта цепочка не оказывается выводом чего то тогда ее значение будет фиксированный элемент перечислимого множества если перечислимого множества не пустое то там есть элемент этот трюк мы уже использовали а вот если эта цепочка оказывается выводом то тогда наша вычислимая функция в качестве результата дает просто результат этого вывода то есть алгоритм анализирует цепочку выясняет вывод это или не вывод там примерно понятно как это выяснять а дальше если это вывод то результатом вывода и будет результат работы алгоритма то есть значением вычислимой функции ну вот это значит мы доказали что всякое пародимое множество будет перечислимым пародимое множество у него можно задавать с помощью выводов выводы можно сказать перечислять то есть можно взяв любую цепочку понимать вывод вывод это или не вывод вот так это доказывать ну и соответственно нужно наоборот доказать что если у нас множество будет перечислимо тогда существует исчисление позволяющие это множество порождать вот это чуть более простое соображение ну тоже можете его поставить есть вопросы стоит на этом еще подумать потом это немного обсудили но замечу пожалуй еще одну вещь что именно в связи с тем что на самом деле понятие перечислимости и понятие пародимости равно объемные то мы говорим как правило о чем-то одно ну и вот современной традиции перечислимость значит равно объем конечно смысл раз потому что в одном месте у нас смысл именно рождения относительно вот такое свойство а в другом случае этого алгоритм который выстраивает такую последовательность всех объектов то есть мы сразу но объем понятия один и тот же так как мы только что выяснили поэтому современной традиции как правило говорится просто перечислим их множество но понимая что например если нам удобно это почти все будут множество сдаваемой там грамматиками скажем так вот теперь вот это было пояснение к предыдущему слайду здесь сбивка в монтаже ну в общем поняли что мы закончили обсуждение связи пародимости перечислимости это класс может один и тот же пародимые перечислимые поэтому как я сказал обычно говорят про перечислимые множество в контексте теории алгоритма ну а теперь мы поехали дальше следующее важное понятие начнем с того что пара слов можно кодировать слова ну подумайте вы бы кто-нибудь предложил какой-нибудь способ как пара слов кодировать словами можно в том же алфавете можно более широком алфавете меня слова быть 0 и 1 можно кодировать в алфавете 0 и 1 2 можно пытаться кодировать словами в алфавете 0 и 1 же подумать да можно слова кодировать там же алфавете плюс пробел и ну да можно да конечно самое простое это плюс пробел действительно а можно ли в том же самом вот пусть у нас есть все слова в алфавете 0 1 вот и теперь пара таких слов и вот как можно установить там ну взаимнозначные соответствия или хотя бы просто кодировать все пары слов в алфавете 0 1 с помощью слов в алфавете 0 1 можно взять допустим последовательность нулей между ними вставить которая будет равна сумме длин двух слов плюс один где-то ведь не очень однозначно так но у кого есть такая олимпиадная идея как пару слов за кадрировать с помощью слова Ну, значит, самый простой способ, конечно, такой, написать одно слово, а потом за ним написать другое слово, верно? Ну, и, конечно, это все придумали, но я считаю этот способ плохой, потому что, ну, вот как только что неявно прозвучало, надо понять, где закончилось первое слово, началось второе, верно? Можно написать первое, потом второе, потом еще раз первое? Можно как-нибудь пронумеровать слова и вначале написать длину первого слова, потом какой-нибудь набор символов, который не будет встречаться в нашем последовательности, чисел, как мы занумеровали, а потом, зная, сколько у нас в первом слове, и сколько во втором, мы можем это определить. Да, значит, это такой вполне умный способ, который сейчас предложили, но возвращаясь к предыдущей идее, написать первое слово, потом второе, потом снова первое. Ну, это, конечно, тоже не очень хорошо, потому что, например, второе слово может быть тоже симметричным, может быть, по лендрому. Поэтому, написав первое слово первое, мы не понимаем, где... Ну, может быть, написать... А если он полиндром, то это не лучше. Ну, и не хуже. Ну, в смысле, что это не дает то, что мы не можем раскодировать, если полиндром. Там другие условия, наверное, должны быть все-таки. Ну, да, ну, в общем, непонятно. Поэтому с полиндромом непонятно. А можно следующего первое слово записать? Еще раз, что? Ну, какой-нибудь специальный символ, по которому мы бы поняли, что первое слово закончилось. Ну, да, на самом деле, смотрите, можно придумать такой довольно простой способ, если мы хотим вот как-то научиться различать там что-то, чего-то. Ну, представимся, вот тут было сказано, что можно придумать такой специальный символ, но символов у нас нет, у нас есть 0,1. Но комбинацию символов 0,1 такую, что она внутри того, что мы котируем, не встречается. Вот такая тут идея была. Ну, на самом деле... Вот у меня есть предложение. Вот мы в алфавите выберем любые два символа, ну, пусть это будут 0 и 1. И после каждой буквы, если это буква-слово, мы будем писать 1. А для разделения мы будем писать 0. То есть, ну, у нас каждый символ будет кодироваться двумя буквами алфавита. И пробел у нас будет кодироваться нулем во второй букве. Ну да, ну да, действительно. Можно всегда даже пробел не кодировать. Просто каждой буквой мы ставим в соответствии либо первое, либо второе слово. Ну да, значит, мы просто придумываем некоторый способ кодирования, так сказать, нулей и единиц. Ну, такой, что мы можем понять, когда у нас закончилось кодирование первого слова. Есть разные способы. Ну, там, один из самых простых такой. Можно просто повторять каждую букву дважды. А когда первое слово закончилось, то можно здесь отказаться от повторения. То есть, написать просто 0,1. А можно просто вначале записать число, отображающее, сколько у нас символов в первом слове? Мы записали это число, потом отсчитали нужное количество символов. Мы знаем, что первое слово закончилось, началось второе. Нет, это очень хороший способ, который здесь предложен. Он действительно очень полезный. Может быть, мы к нему еще вернемся в какой-то момент. Единственный дефект, который в нем есть, это, что там не сказано, когда у нас закончилось число и началось первое слово. Это возможно определить. К примеру, если мы число задаем количество нулей, допустим, 7 нулей, потом мы ограничиваем единичкой. То есть, у нас гарантированно в начале нулей, потом мы знаем, что одна единица – это граница, и начинается первое слово. Ну да, да, это тоже прекрасный способ. Итак, какой способ был предложен? Мы начинаем с того, что мы вначале пишем длину первого слова, потом мы пишем первое слово, потом мы пишем второе слово. Все замечательно, нужно только понять, когда у нас закончится эта длина в начале. Ну, было предложение такое. Длину записать в виде просто количества нулей, которая есть длина. Вот если длина n, вы написаете n нулей. Потом поставить единичку, все, значит, тогда длина закончилась уже. Единичка – это служебный символ, мы его никак не используем. Потом началось первое слово. Мы знаем, когда оно закончится. И началось второе слово. Все замечательный способ. Ну, единственное, тут есть некоторый дефект, состоящий в том, что, ну, не то, что дефект, а можно его еще усовершенствовать. А именно вот этот начальный отрезок, он имеет длину n, а можно было бы сделать его длиной логарифм n. Ну, если бы мы записывали эту самую длину первого слова в двоичной системе, ну, тогда опять возник вопрос, когда заканчивается. Ну, и эту проблему можно решить с использованием того же трюка, как я говорил, скажем. Можно сначала каждый символ удваивать в длине, а когда у нас длина закончится, тут удвоение собьется, написать 0,1. Тут-то мы поняли, что уже длина закончилась, ну, и дальше все, как было сказано. Ну, что, спасибо большое. Мы тут поупражнялись, хорошие все способы. Можно еще один способ предложить? Ну, давайте. Ну, будем записывать слова задом наоборот, и будем сначала писать первую букву одного слова и первую букву второго слова, и вот так записывать их. Но если в каком-то слове закончатся буквы, мы будем писать просто нули. Ну да, но, может быть, этими буквами были нули. В общем, давайте вы... Нужно отдельно подумать, что делать для случая, когда вы уловите один символ. Когда вы уловите один символ, то ничего не придумаешь. Нам не удастся, скорее всего, закодировать. Хотя, может быть... Нет, ну, тоже есть способы, конечно. Есть, конечно, способы, как с помощью натуральных чисел кодировать пара натуральных чисел. Ну, там уже не будет, конечно, значения в соответствии. В общем, это отдельная задача, но она нам не очень интересна. Потому что у нас будут такие более привычные двоичные слова. Все, поехали дальше. Один у меня означает, что можно из кода извлечь первый элемент и второй. Ну, на самом деле, конечно, наоборот тоже. И вот теперь такая важная, как и все другие важные вещи, которыми мы занимаемся, она, наверное, вообще в жизни довольно простая, но фундаментальная и совершенно нетривиальная вещь. Рассмотрим такие пары. Ну, а именно их коды. П и Х, где П – это какой-то алгоритм. Ну, а напомню, что алгоритм – это есть текст, который что-то там преобразует, что-то делает с цепочками, с объектами и так далее. А Х – это любая цепочка. Ну, и, в общем-то, мы понимаем, как применить этот текст, этот алгоритм, к нашей цепочке Х. Вопрос такой. Существует алгоритм, который будет делать это вместо нас. И что значит место, что значит нас. Давайте обсудим. Что вы на эту тему думаете? Почему мы можем пару ПХ, там, где П – это алгоритм, записать как цепочку? Ну, этим мы только что занимались. Ну, во-первых, почему, если у нас алгоритм написан в каком-то другом языке, в другом алфавите, то есть алгоритм может быть записан с использованием слов там из стобуквенного алфавита, а вовсе не 0,1. Ну, первый вопрос такой. Можно ли записывать алгоритмы, но тоже в алфавите 0,1? Ну, конечно, можно. Мы знаем, что все можно кодировать с помощью двух символов. Ну, дальше, когда пары, мы снова можем кодировать с помощью двоичного алфавита 0,1. Так что с этим мы тоже вроде бы справляемся. Так что с этим трудностей нет. В чем дальнейшие трудности? Значит, мы задались таким вопросом. Мы умеем ли мы применять любой алгоритм к любому исходному данному? Ну, вроде бы умеем. А вот эта функция, которую мы вычисляем таким образом, называется универсальной функцией. Ну, да, действительно. Ведь мы же говорим, что вот есть такой текст, который описывает применение операции к цепочке. Ну, вот по существу мы его уже и описали действительно, когда сказали, что берем алгоритм, читаем, как он действует, применяем его к х, получаем следующее, применяем снова и так далее. То есть по существу мы описали работу того, что называется универсальным алгоритмом, и это создает универсальную функцию. Вот эта самая универсальная функция на самом деле способна, ну, моделировать такое, естественно, неформальное здесь слово, любой алгоритм ПР. Ну, конечно, это неудивительно в современном мире. Мы понимаем, что вот на столе стоит один железный компьютер, ну, кремниевый и так далее, пластиковый. И вот в нем задана программа, и дальше мы новую программу загружаем в этот компьютер, и компьютер выполняет новую программу в применении к любому исходному данному. То есть компьютер расширяет такую функцию, универсальную функцию. Компьютер универсальный. Это совершенно фундаментальное обстоятельство. То, что можно вот взять и создать одно устройство, которое будет выполнять любую программу в применении к любому исходному данному, считается, что этот факт впервые осознал Джон Фон Нойман, о котором мы уже упоминали, в связи с историей про программу Гильберта и еще, кажется, в связи с тем. Но в данном случае ему подают ясную формулировку такого программного принципа работы компьютера. То есть исходя из своих математических представлений, он вот про это самое сказал. Ну вот смотрите, значит, мы напомним, что мы сказали, что такое вычислимые функции. Просто функции вычисляем как-то алгоритм. Мы даже нашли среди них универсальную вычислимую функцию. Существуют ли невычислимые функции, как вы думаете? Ну да, существуют. Почему? Ну потому что функции вообще бесконечные, не счетное число, а вычислимых функций, которые соответствуют алгоритму, счетное число, так как алгоритм, счетное число. Да, это правильно. Мы не подумаем, сколько есть вычислимых функций. Ну, конечно, их бесконечное количество. Ну, какая там бесконечность? Ну да, поскольку всякая вычислимая функция дается некоторым текстом, то естественно, что их счетное количество. Не больше, чем алгоритмов, которые их задают. Алгоритмов не больше, чем текстов. Но всех функций, конечно, не счетное количество. Ну, это вы легко можете сообразить. Имеется в виду, конечно, функция из цепочек в цепочке, но вот их будет нечетное количество. Даже, как вы помните, из цепочек 0,1 будет нечетное количество, ну и так далее. Но можно пытаться указать невычислимые функции более явно. Вот сейчас мы этим займемся. Ну, это опять вопрос по невозможность чего-то, невозможность алгоритма, который что-то бы вычислял. Ну, вот разные способы строить то, чего нет. Ну, вот как построить цепочку, которая нет в этой таблице, как вы думаете? Ну, единичку прибавить на диагонали. Ну, да, это такой диагональный способ, действительно. Ну, можно прочитать всю таблицу и дальше начать придумывать что-нибудь. Ну, на самом деле, конечно, есть способ, который мы уже осваивали. Он называется диагональное построение. Вот есть такая таблица, ну, и вот имеются в ней столбцы 1, 2, 3, 4, 5, имеются строки 1, 2, 3, 4, 5. И там есть диагональ. Вот диагональ здесь выявлена чуть более крупными цифрами. Ну, и вот можно построить теперь объект, который отличается от каждой строки, потому что он будет отличаться от этой строки в диагональной позиции. А для этого можно, например, добавить поединицы к каждому числу на диагонали. Ну, к нице добавим единицу по большему двойку, в тройке четверку, к нулю единицу и так далее. Ну, и ясно, что поскольку мы считаем поединицы добавляли, то, скажем, от четвертой строки на четвертом же месте будет происходить отличие. Да, ну, действительно, в четвертой строке на четвертом месте стоит пятерка, а у нас стоит шестерка. Так мы и запланировали. Поэтому вот таким образом, формируя новую диагональ, отличающаяся от существующей, мы гарантируем себе, что у нас получится цепочка, отличающаяся от той, которая там есть сейчас. С некоторой диагональной конструкцией мы уже сталкивались в нашем курсе. Это была диагональ Кантера, которая позволяла нам сказать, что мы не сможем выписать таблицу все последовательности нуля и единицы. То есть несчетное количество. Нельзя сказать, вот это первая последовательность, это вторая, это третья. Никоим образом. Почему? Потому что очень просто. Возьмем диагональ в этой таблице и в ней поменяем единички на нолики, нолики на единички. И тогда эта новая последовательность, испорченная диагональ, будет не входить в нашу таблицу. Почему? Потому что она будет от н-ной статьи таблицы отличаться как раз на н-м месте. У других тоже, конечно, но уж точно будет отличаться на н-м месте. Вот эта диагональная конструкция Кантера, ну вот здесь она просто продемонстрирована. Мы берем диагональ, опять чуть крупнее, 1, 1, 0, 1, 0, и разворачиваем, переворачиваем, инвертируем каждую цифру. Получаем 0, 0, 1, 0, 1. Вот, это мы вспомнили. Теперь давайте попробуем что-то подобное сделать с вычислимыми функциями. Ну, для этого давайте мы выпишем по вертикали все тексты вообще. Ну, вот здесь в алфавите 0, 1 написан текст. Сначала пустая цепочка, ну вот буква лямбда такая, потом нолик, потом единичка, и так далее. Где-то встречаются 4 единички. Ну, для примера. Имена столбцов сделаем тоже такими же цепочками, всеми возможными. Просто выпишем подрат. Опять пустое слово, 0, 1, и так далее. В общем, такое в некотором смысле симметричное по именам строк и столбцов таблицу. Ну, теперь в каждой строке будем выписывать функцию значение функции, отвечающей этому алгоритму. Значит, алгоритм – это текст. Какой-то алгоритм в какой-то момент встретится в первом столбце его текст. И как только он встретился, мы в строчку выписываем все значения этого алгоритма. На чем? Ну, на вот всех тех цепочках, которые у нас вверху в именах строкцов написаны. Ну, понятная такая операция. Теперь давайте подумаем, можно ли нам придумать какую-то функцию, которая здесь точно не будет. Ну, наверное, идеи какие-то есть. Давайте послушаем. Да, что можно сделать? Ну, ноль дописать на диагонали. Что значит дописать? Ну, в конце каждого, вот, например, из 0, 1, 1, 1, добавить ноль. Можно получить. Да. Можно сделать. Как придумать функцию, которой нет в этой таблице? Ну, конечно, естественно, как вы уже сообразили, скопировать диагональ кантора. А именно, взять то, что стоит на диагонали нашей таблицы и все это испортить. Ну, как испортить? Ну, можно, например, дописывать ноль в конце. Вот так же здесь написано. Значит, там, где у нас написано 0, 111, будет написано 0, 111, 0. Там, где написано 1, 0, будет написано 1, 0, 0. Значит, получим такую функцию. Значит, вот. Значит, мы получили функцию и возникает вопрос. Получена нами функция вычислимая или нет? Она не совпадает ни с одной таблицы вычислимости, поэтому ее там нет. Да. Значит, получается, действительно, диагональная процедура говорит нам о том, что вроде бы этой функции нету в таблице, потому что она ни с одной функцией там не совпадает. И, значит, она получилась, нам удалось построить невычислимую функцию. Хорошо. Но с другой стороны, так по существу, вроде бы нам удается ее вычислить. Давайте подумаем, есть ли какой-нибудь способ ее вычислять. Ну, что это такое за способ? Это способ просто строить нашу таблицу. Вот мы хотим найти значение этой функции в какой-то клетке. Ну, для этого мы просто берем эту диагональную клетку, эту клетку отыскиваем и дописываем к ней ноль. Эта процедура, собственно, и была описана. В чем тут подвох? Что у нас не получится? Дописать ноль, где ничего на диагонали не стоит? Да, действительно, у нас мы сумели дописать ноль везде, где мы могли вычислить то, что стоит на диагонали. Но действительно, в некоторых клетках на диагонали по тем или иным причинам не стоит ничего. Например, в этой строке был вовсе не алгоритм. Или, что хуже, в этой диагональной клетке вычислимая функция не определена. Она не давала никакого результата. Вот. Вот теперь, если это обстоятельство принять во внимание, что мы в какой-то диагональной клетке не смогли дописать нуля, потому что там просто ничего не стояло, не к чему было дописывать ноль. Тогда у нас теперь на самом деле сходятся концы с концами. А именно выяснилось, что мы придумали такую диагональную функцию дописав ноль. И на самом деле в таблице она есть. Диагональ Кантера. А именно взять то, что стоит на диагонали в нашей таблице и все это испортить. Ну как испортить? Ну можно, например, дописывать ноль в конце. Вот так, как здесь написано. Значит, там, где у нас написано ноль сто одиннадцать, будет написано ноль сто одиннадцать ноль. Там, где написано один ноль, будет написано один ноль ноль. Получим такую функцию. Будет ли она вычислина? Ну, как мы только что обсуждали универсальную функцию, наверное, будет. Мы же умеем применять то, что написано в н строке к любому аргументу. В том числе и к н аргументу. Мы применили. Дальше допишем ноль в конце. Ничего страшного, допишем. Вот и будет вычислимая функция. Давайте зададимся вопросом. Доказали ли мы теперь, что ту функцию, которую мы создали, описали только что, что ее нет в этой таблице? Давайте подумаем. Это как раз то, с чем мы разобрались. Выяснилось, что она на самом деле в таблице есть. Но мы поняли, что ситуация в том, что наша функция, которую мы описали, она не всегда определена. Поэтому на самом деле она есть в этой таблице. В этой таблице у нас действительно есть все вычислимые функции. Но вычислимые функции могут быть не всегда определены. И вот в том месте, где стоит D, на диагонали не стоит ничего. То есть нам нельзя было дописать нолик к этому ничему. Функция D не всегда определена просто потому, что она есть в таблице. И значит, на диагонали она не определена. Это мы сделали. Значит, можно ли продолжить функцию D до сюда определенно? Какие есть идеи? Ну, можно определить ее нулем, да там, где она была не определена. Да. Конечно, можно, да. Ну да, конечно, можно. Можно просто, как сказать, тупо определить D всюду нулями, там, где она была не определена. Получим функцию замечательную. Она совпадает с нашей исходной, скажем, для со звездочкой. А там, где функция D была не определена, она просто равна нулю. Все очень хорошо. На самом деле мы же занимаемся некто этой вычисленностью и невычисленностью. Давайте мы спросим, можно ли продолжить функцию вычислимой сюда определенно? То есть, можно ли так доопределить, не обязательно нулями, какими-то новыми значениями, чтобы она стала всюду определенно и вычислимой одновременно. Ну, видимо, вы быстро это сообразите. Давайте. Да, можно ли продолжить до вычислимой сюда определенно? Ну, нет, просто потому что получится эта самая диагональная ситуация, что если бы она оказалась и вычислимой сюда определенно, она должна была бы встретиться в таблице, но не диагонально мы получили бы противоречие. Это были такие негативные факты. Следующий позитивный факт такой. Можно ли доказать, что область определения D перечислима? Значит, у нас D встречается в какой-то стройочке, да, и в каких-то столбцах есть аргумент. Можно ли выделить те аргументы, на которых она определена? Подумайте. Итак, можно доказать, что область сопределения D перечислима. Но на самом деле область сопределения любой вычислимой функции перечислима. Это такой тоже несложный факт. Значит, перечислимое множество – это множество значений всюду определенной вычислимой функции. А теперь возьмем такие функции, которые не обязательно всюду определимы, но тогда область сопределения будет обязательно перечислимой. Как вы думаете, почему? Ну вот мы тут уже короткие такие соображения. Вы мне высказывали, как доказывать перечислимость. Значит, у нас есть какая-то функция, которая иногда определена, иногда нет. Там, где она определена, мы, конечно, выясним, что она тут определена. И мы можем как-то все это перечислять. А где не определена, там мы никогда не выясним. Но, может быть, нам это и не страшно. Итак, почему область определения вычислимой функции будет перечислимой? Можно рассматривать и идти по глубине шагов и рассматривать вначале на всех элементах, там, где у нас один шаг, потом там, где два и так далее. Ну да, похоже на правду. То есть мы хотим придумать всю определенную функцию, которая будет перечислять всю область определения. Ну, значит, начинаем эту всю определенную функцию применять к каким-то аргументам. И это применение будет состоять в том, что мы будем моделировать вычисление вот той функции d, например, которая нас интересует. Если d ничего не дало на каком-то шаге, то мы будем использовать, как мы уже делали, фиксированный какой-то элемент просто. А вот если d за какое-то количество шагов чего-то где-то определилось, значит, все, мы нашли элемент в области определения. То есть мы будем стараться променять d в самых разных ситуациях. И там, где d применится на каком-то объекте, то, значит, мы тогда этот объект выдаем. А если d не успела дать результата, то мы выдаем наш фиксированный результат. Ну, вот примерно такой рассуждение. Следующее несложное упражнение. Может ли область определения функции d быть разрешимой? Помнишь, такое разрешимое? Есть алгоритм, который всегда заканчивает работу и дает 0, если не принадлежит, единится, если принадлежит множеству. И вот это множество – это область определения d. Может ли эта область быть разрешимой? Ну, нет, потому что иначе бы наша функция была бы вычислимой и всюду определённой. Мы доказали, что это невозможно. Да, да. Значит, тогда это верно. Значит, мы область определения разрешимой. Ну да, совершенно правильно. Если бы эта область была разрешимой, то мы могли бы из d сделать вычислимую и всюду определённую функцию. Ну, а это невозможно, мы уже это выясним. Итак, что мы сделали? Мы построили такое множество, которое является перечислимым и неразрешимым. Это такой довольно важный результат. Когда мы занимались исчислениями… Ну вот теперь у нас в лекции возникает некоторое формальное построение. В какой-то момент мы ввели специальный вид исчислений, а потом сказали, что вот всё то, что порождается каким-то исчислением, будет порождаться и этим специальным видом исчислений. Напомню, что такие исчисления назывались с грамматиками Хомского. Аналогичная ситуация, и даже намного более знаменитая, ну и, может быть, даже более важная, имеет место с алгоритмами. Одно из таких великих имен XX века, как имя Гёделя в нашей области математической логики, и вообще в науке, и, может быть, даже в жизни человечества, это имя Ална Тюринга. Ну вот есть и про Гёделя, есть литература, есть фильмы, и про Тюринга фигуры ещё более знаменитые в XX веке. Ну вот известно, что он, в частности, участвовал во время Второй мировой войны в расшифровке немецкого военного хода, ну и его вклад в победу на нацистской Германии был достаточно существенен, он был наградён орденом. Работа его была очень закрыта, очень секретная, нельзя было даже и после войны о ней никому говорить. У него довольно была такая драматическая, трагическая судьба, он, по-видимому, по концу жизни самоубийствовал, но в результате некоторые, как сейчас считаются, судебные несправедливости, законодательные даже несправедливости Соединённых Королевств Великобритании. Некоторые последние его работы относились к тому, что называется морфогенез, как возникает живое существо из кода ДНК, почему возникают такие пространственные формы, откуда берётся там палец или аппендикс, или среднее ухо. В начале 50-х годов он написал такую знаменитую книжку, которая по-русски называется «Морфогенез. Машина мыслей». Такой фундаментальный вклад Алана Тюринга в теорию алгоритов, в математическую логику, состоит в том, что он предложил некую модель того, как описать любую формализуемую, формализованную деятельность человека по переработке информации. Значит, потрясающим открытием здесь было то, что эта модель, предложенная Тюрингом, оказалась необыкновенно простой, ну и можно сегодня практически со стопроцентной уверенностью, почему практически, а я ещё объясню, уверенностью утверждать, что правильный. Вот сейчас мы опишем эту самую модель, которая называется машина Тюринга. Опять мы начинаем с алфавита. Нам удобно к алфавиту добавить ещё символ пробела. Значит, в алфавите его не будет, в алфавите исходных данных и результатов, а в техническом описании того, что мы хотим сделать в машине Тюринга, есть символ пробела. Ещё есть конечное множество состояний, среди которых есть начальное, ну и одно или несколько заключительных, не так важно. А ну это такое множество, конечно, оно не пересекается с алфавитом. Техническая требования. Дальше гидром машины Тюринга, собственно, тем, что определяет алгоритм реализуемой машины Тюринга, является функция перехода. Это функция, конечно, это самоотношение, причём довольно простая в математическом смысле. Это конечная функция с конечным быстроподелением, с конечным множественным значением. Она отображает пару состоящих из состояния, то, что называется состояние, конечного множественного состояния, и символ нашего алфавита в тройку. Состояние – символ сдвиг. Сейчас выяснится, что это означает. Сдвиг – это 0, 1 или минус 1. Ну, наверное, это будет про сдвиг, а 0, наверное, стоит на месте. Да, совершенно верно, так это и есть. Какой алгоритм сдаётся машиной Тюринга? На вход попадаем в цепочку. Мы, естественно, это говорили, что алгоритмы работают с цепочками. Ну, на самом деле, возможны более общие алгоритмы. Есть, так называемые, алгоритмы Калмагова-Успенского. Мы с Владимиром Андреевичем Успенским занимались их усовершенствами, исследованиями и так далее. Есть статья Калмагова-Успенского на эту тему. Но мы работаем только с цепочками. И начинается работа алгоритма с того, что в начало, в левый конец цепочки, ставится символ начального состояния нашей машины. И дальше всё время будет происходить следующее. Всё время наш алгоритм будет иметь дело с такой вот цепочкой, где в каком-то одном месте будет находиться не символ алфавита, исходного нашего алфавита, а именно символ, который есть просто в состоянии, вот о котором мы говорим. Ну, в состоянии машины, можно сказать, нашей. И теперь мы описываем, что происходит с этой цепочкой. Ну, как мы помним, алгоритм много раз что-то делает, описанное этим самым текстом, который и есть алгоритм. Он делает очень просто. Он смотрит, вот здесь находится состояние, и сразу за ним на один шаг вправо следующее. Это есть символ некоторый. А у нас же есть функция перехода. Функция перехода из этой пары, состояние и символ, что делает? Делает новое состояние, делает новый символ на том же месте. А кроме этого, говорит, куда поместить символ состояния. Куда поместить состояние. И вот это состояние может остаться на том месте, когда оно и было, может сместиться на одну клетку влево, и на одну клетку вправо. Вот, собственно, и все, что здесь говорится, сейчас здесь написано. Так, ну вот уже была довольно длинная цепочка понятий и определений. Есть ли какие-то с этим трудности? Нужно ли вернуться назад, или все понятно? Какие у нас есть символы состояния? Какие то. У нас фиксировано, когда мы описываем вот одну машину, то мы фиксируем некоторый алфавит, в котором записываются цепочки, с которыми наша машина работает, и какое-то конечное множество состояний. И вот эта самая функция перехода. Это и есть описание машины. Значит, у разных машин будут разные множества состояний и разные функции перехода. Функция перехода говорит о том, какое будет новое состояние, как поменять символ, вот один-единственный символ цепочки, ну тот, рядом с которым было состояние, и куда сдвинуть символ состояния, который находится внутри цепочки. Понятно? Да. Ну что ж, все хорошо. Значит, мы описали, что происходит за один шаг работы нашего алгоритма. Значит, сменилось состояние, сменился символ. Ну, остался, в частности, тем же самым, конечно, может быть. И куда-то сдвинулось вот это самое состояние. Символ, являющийся состоянием. Все здесь хорошо, но у нас может получиться так. Можно представить себе, что вот это самое состояние мы хотим переместить за границу той цепочки, с которой мы работаем. Вот за этим нам и был нужен пробел. Когда наше состояние, ну или наша машина, мы говорим про машину, хочет вылезти, выехать за пределы имеющей цепочки, мы просто наращиваем эту самую цепочку пробелом. И она оказывается находящимся уже снаружи. Вот так обстоит дело. Ну и в тот момент, когда машина оказывается в заключительном состоянии, она говорит себе стоп. То есть мы останавливаем эту работу. Ну и как вот мы договорились с любым алгоритмом, добавляем к тому, что получилось, стоп, а до этого еще выбрасываем все символы пробелов. Вот это и будет результатом работы. Значит, вот так обстоит дело с нашей машиной. Ну вот теперь то, ради чего эту машину стоило придумать, если бы я не придумал своими Аллан Тюринг. Дело в том, что машина, конечно, вычитает функцию. Ну, функция эта, может быть, не в чудо определена, как и всякий алгоритм. Может работать бесконечно долго, и это нормально. Но замечательным является то, что все функции, которые мы придумывали, когда бы то ни было, они реализуются в машине Тюринг. Это такой, то, что называется, тезис. И тезис им это называется потому, что это невозможно доказать. Но можно пытаться это проверить, и проверка всегда показывает, что любой алгоритм можно таким образом объяснить в машине Тюринге, что она будет выполнять ту же самую, вычислять ту же самую функцию, которую вычислял вот тот алгоритм, исходность, к которому мы начали работать. Тюринг алгоритмов, ее роль внутри математики, и не только математики, но и в приложениях вычислительных, связана с представлением об алгоритмических проблемах. Алгоритмическая проблема – это проблема построения алгоритма. Довольно популярный вид алгоритмических проблем – это построение алгоритма разрешения. То есть построение такого алгоритма, который вычисляет характеристическую функцию некоторого множества. То есть говорит, истинно или ложно по отношению к элементам, к всем цепочкам, например, а на этом множестве говорит и в точность на нем говорит истинно. Ну вот, примером такой проблемы является, назовем, 10-я проблема Гильберта. Вы помните, что Гильберт в 1900 году поставил 23 проблемы для мировой математики, постепенно математика их решает, некоторые проблемы выясняются не совсем точно поставлены. Вот одна из них была такая. Вот есть уравнение алгебраическое от нескольких неизвестных с целым коэффициентом. Нужно выяснить, есть решение или нет. Ну вот у нас уже совсем заканчивается время, а здесь вот такие важные обстоятельства. Может быть, мы к ним еще вернемся. Ну вот давайте мы пока что вернемся к Тейсу Чорча. Это очень важная вещь, и хочется его комкать. Есть ли тут какие-то вопросы? А это строгое утверждение, что Тейс Чорчин? Ну вот смотрите. Точно так же, как в случае с исчислениями, мы дали некоторое определение, которое, в общем говоря, можно считать математическим, но нельзя считать, что оно записано в теории множества, что мы просто внутри нашей формальной математики сказали, что породимость то-то и то-то. Ну в данном случае вот мы описали то же, что такое вычислимая функция. Мы как раз не написали определение вычислимой функции в терминах теории множества, а говорили в терминах работы человека. Вот есть текст, который человек понимает. Вот дальше он может этот текст применить к какому-то исходному данному, к каким-то цепочкам, то-то, то-то, то-то и то-то. Дальше мы в какой-то момент дали определение вот машины Тюринга. И это определение как раз было такое вполне теоретико-множественное. Ну смотрите, у нас есть конечный алфавит, все понятно. У нас есть конечная система состояния, все понятно. У нас есть конечная функция перехода, тоже все понятно. Дальше мы определяем, что такое последовательность вычисления. Ну это конечная или бесконечная последовательность. Значит, если каждый следующий член получается, опять-таки, в очень понятных терминах из предыдущего, да, нужно взять цепочку, найти, где в ней символ состояния, символ состояния переместить, символ, значит, который там в цепочке тоже заменить и все, вот. То есть это определение уже находится внутри такой обычной привычной стандартной математики, определяется с помощью теории множества, с помощью цепочек, отображений и так далее. А исходное понятие, оно находилось, ну, вне вот такого обычного контекста теории множества. Оно носило такой математический, повторяю, но менее формальный характер. В этом смысле доказать, что неформальное определение совпадает с формальным невозможно. Потому что это означало бы просто сказать, что давайте использовать формальное определение вместо неформального. Ну, и тем самым задача бы стала бы тривиальной. Ну, вот такое пояснение. В этом смысле этот тезис доказать нельзя. Можно просто с ним согласиться, что вот неформальное понятие алгоритма на самом деле дает то же самое вычислимой функции, что и формальное понятие функции, вычисляемой машиной теории. Вот на этом тогда мы сегодня заканчиваем. Значит, что у нас было, давайте мы посмотрим. Есть, можно строить его наиболее эффективным. О сложности алгоритмов вычислений мы еще поговорим в нашем курсе. Вот на этом наша лекция сегодня заканчивается. Спасибо. Что мы делали? Мы занимались фотоисчислением, парадимостью, алгоритмом вычислимомостью, ну и вот диагональю для вычислимых функций, ну и алгоритмическим проблемам. Спасибо вам. Вот, ну давайте на этом тогда. Можно вопрос? Да. У нас получается, что к нашему определению алгоритма подойдет то, что мы можем взять какую-нибудь табличку из всех конечных последователей единиц и по ней построить функцию, которая в каждом фиксированном значении принимает другое заранее выбранное значение. Да, если что получится, значит... У нас получается, что так мы можем представить любое отображение из конечных всех последователей из нулей единиц, всех конечных из нулей единиц. А таких вроде не счетно. Да, да, смотрите. Значит, мы можем для всякой конечной таблички строить такую функцию, которая отличается от функции, сдаваемой этой табличкой. Можно строить функцию, которой в этой табличке нет. Ну, это верно. Более того, на самом деле, можно строить ее вычислимым образом. Теперь вы говорите о том, что мы можем... Где у нас возникает несчетность? Пока мы строим конкретные функции, мы не утверждаем, что мы построим так все функции. Понимаете? Ну, возьмем любую последовательность, пар из последовательности из нулей единиц, там, где верхний мы сопоставляем нижнюю. И мы можем алгоритмически прийти к тому, какая у нас последовательность конечная, и вернуть то, что мы хотим. Итак, для каждой последовательности из нулей единиц. Получаем, что мы каждое изображение из нулей единиц сопоставили... Ну, это же множество, сопоставили алгоритм, который это делает? Нет. Да, алгоритм у нас откуда взялся? О каком алгоритме вы ведете речь? Вы говорите, что, предположим, у нас заранее есть какая-то функция, которая всякой последовательности нулей единиц чего-то сопоставляет. Эта функция вычислимая или нет? Вот исходная функция, к которой мы начинаем, она была задана каким-то алгоритмом? Произвольная. Произвольная. Значит, исходная функция была произвольная, она вовсе никаким алгоритмом не задана. Теперь вот из этой самой исходной функции мы создаем некоторую вычислимую функцию. Да. Да, но эта вычислимая функция для своего вычисления использует исходную невычислимую функцию. Но мы ведь знаем значение в каждой точке, а в алгоритме мы ведь можем возвращать константы. Нет, конечно. Мы знаем, но мы знаем, используя некоторую невычислимую функцию, так сказать, оракул. Мы к кому-то обращаемся, кто нам говорит значение в этой точке. Но поскольку мы можем к нему обратиться в бесконечном количестве точек, то или у нас есть какой-то алгоритм, который во всех этих точках что-то вычисляет. Но тогда исходная функция была вычислимой, и все в порядке. Или такого алгоритма нам никто не дал. А просто где-то там в вышине кто-то знает значение вот в этой точке, в той точке и так далее. Не благодаря вычислению, а просто как вот некоторые оракулы. Такое даже есть математическое понятие. Кажется, с ним связываться не будем, но оно полезно. Поэтому если начинать с исхода несчетного множества разных оракулов, то есть разных возможностей, разных функций, то мы можем получать, конечно, несчетное количество разной функции, обращаясь вот к этой информации. Но если исходной информации не было, или если исходная информация была вычислимой, то мы в результате этой конструкции будем получать снова вычислимые функции. Мы считаем, что это не входит в определение алгоритма. В определение алгоритма входит возможность, входит текст. Вот ваша функция, которая где-то задана на каждой цепочке, она конечным текстом не описывается. Если бы ту самую функцию мы описали бы конечным текстом, то она стала просто частью описания нашего алгоритма, и все бы было хорошо. А если эта функция как такой объект из несчетного множества где-то отдельно существует, не входя в конечный текст, то мы использовать его не сможем. Потому что текст не разрешает нам не читать какие-то внешние источники информации, например, об этой самой загадочной функции, не, например, бросать монетку и смотреть, выпало 0 или 1. Требует руководство с самим токотекстом. Понятно. Вот так устроена теория алгоритма. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо, что у вас было. До свидания. До свидания. До свидания.